МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. Здравствуйте в этом выпуске. По улице Меншикова появятся тротуары. Решение многолетней проблемы микрорайона Кармановка наконец-то сдвинулась с мертвой точки. А в Ненецком округе продолжается обновление медицинской техники. Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в окружной больнице установлен современный цифровой флюорограф. Преображение города в лучшую сторону. На многоэтажках и производственных постройках появятся новые граффити. Как идет процесс создания арт-объектов? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19. 13 пациентов прошли курс лечения и выписаны. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19 находится 168 человек. Из них стационарное лечение получают 47 человек, амбулаторное – 121. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2191 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2029 человек. В регионе зарегистрировано 42 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 985 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Нарушение правил дорожного движения оказывает решающее влияние на аварийность, приводит к гибели людей на дорогах, а также их травмированию. С начала года в регионе совершено 17 дорожно-транспортных происшествий. Кто виноват, расскажет Наталья Дуркина. Превышение допустимой скорости нарушения правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного опьянения – это далеко не весь список нарушений автомобилистов. В большинстве случаев такого безответственного поведения не только водитель, но и все пассажиры рискуют здоровьем, а иногда и жизнью. На территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, где 3 человека погибло, 18 ранено. Аналогичный период прошлого года – это 23 дорожно-транспортных происшествия, где 2 человека погибло и 23 человека получили ранения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и несоответствие скоростных условий к конкретным участкам дороги и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Основные виды дорожно-транспортных происшествий – это столкновения, наезд на велосипедисты, пешехода, препятствия и съезд с дороги. Если обратиться к статистике по дням недели, то вторник занимает лидирующую позицию – 5 ДТП, следом понедельник – 3 случая и четверг – 2. А вот что касается потенциально опасного участка дороги, то им признана автодорога Наринмар-Искателей. Дома 59, по улице 60 лет Октября, в районе дома 80, по улице Юбилейная. На этих участках произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и получили ранения 9 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 26%, раненых сократилось на 21%, а вот число погибших увеличилось на 50%. При этом по вине пешехода зарегистрировано одно ДТП, в котором был ранен 1 человек. По вине водителя было совершено 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека, 17 ранено. У нас сейчас, значит, в конце августа было тоже дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Очень многие задают вопрос, ну, жители, что дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие того, что водитель выехал, потерял контроль над управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на металлическое ограждение столб, то есть линию электропередач. Вот хочу заверить, что дорожно-транспортное происшествие произошло не из-за того, что вот именно столб стоит, а вот именно, что по вине водителя. Окружная госавтоинспекция в очередной раз призывает участников дорожного движения с уважением относиться друг к другу, независимо от того, пешеход вы или водитель. Помните, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить чью-то жизнь и здоровье. Реконструкция улицы Ленина продолжается. По условиям контракта подрядчик должен выполнить все работы в срок до конца октября. Сейчас подрядчик занимается дорожным полотном. Здесь приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Если представить дорожные работы как спектакль, то сейчас начался кульминационный момент. Укладка асфальта на дорожное полотно и параллельные работы по оборудованию тротуаров, озеленению и благоустройству прилегающей территории. 3-4 дня будет нижний слой укладки, а потом приступаем к верхнему слою. Думаю, если все благоприятно, дней за 10 с асфальтом управимся. 7500 квадратных метров асфальта, два нижних слоя в 7 сантиметров и верхний 5-сантиметровый слой. Материал для дорожного полотна производят на Ренмаре по привычной технологии. Обычное покрытие, как у нас, больше ничего. Рецептура лаборатория дает, архангельская. Мы по этой рецептуре, по проекту делаем асфальт. Все работы по реконструкции улицы Ленина ведутся в графике. Единственная трудность, с которой сталкиваются дорожники – плохая погода. И даже несмотря на это они обещают управиться в срок. На время реконструкции по улице Ленина нагрузка на транспортные артерии перераспределилась. Полтора года автомобилисты ездили по улице Меньшикова. В итоге песчаное дорожное полотно пришло в полную негодность. О том, какое решение проблемы, нашли парламентарии в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Проблема неровности дороги по улице Меньшикова начались еще около 30 лет назад. В весенний-осенний период они особенно заметны, ведь лужи здесь превращаются в моря. Пройти даже в резиновых сапогах бывает невозможно. Растерянные жители микрорайона в 2015 году решили обратиться за помощью к Анне Булатовой. В то время активистка еще не была депутатом, но за проблемный вопрос взялась кардинально. В результате проблему удалось решить – засыпали гравий. Однако прослужила такая дорога недолго. В 2018 году во время работ по замене труб гравий был убран и впоследствии не распределен обратно. Тогда вновь разбитое полотно стало доставлять большие неудобства жителям микрорайона. Весной мы тонем, по лужам бродим, зимой нас заваливают снегом вон туда, гаражам не выползти, не выбраться, по уши в снегу тонем. А летом мы по песку вот так надо одевать сапоги, чтобы пройти песок, сплошной песок. Ситуация усугубилась в 2019 году, когда ввели временное ограничение на дороге по улице Ленина. Тогда автомобилисты стали объезжать перекрытый участок главной дороги, все больше разбивая дорожное полотно. Инициатива давно уже назрела, потому что здесь люди ждут какой-то тротуарной дороги больше, наверное, 30 лет. Как видите, центр города практически и совершенно неприемлемо было стоять дорожного полотна. Люди ходили по разбитой дороге, которая постоянно сбивалась с машинами. Это и безопасность, и комфорт, и просто, наверное, какой-то элемент удобства. Ну и потом, вы видите, что в этом году заканчивалась реконструкция дороги на Ленина. И мы весь год использовали эту дорогу для того, чтобы подъехать к детскому садику, что задавались определенные проблемы, усиливая нагрузку на дорогу. Поэтому, наверное, все-таки тротуар здесь перезрел. Не оставляя попыток добиться качественного дорожного полотна, жители неоднократно обращались к депутатам за помощью, а те, в свою очередь, в администрацию города. В прошлом году мы поднимали этот вопрос. И большое спасибо, конечно, что нас услышали, обращались к нам жители, а мы, в свою очередь, обратились в администрацию города за помощью. И оказали нам должное внимание, не только нам, но и жителям. Работы начались еще в прошлый четверг. Разровняли дорожное полотно, выгрузили плиты, убрали арматуры и забор. А сегодня по улице Меньшикова прокладывают тротуары с плит. Мы детей вырастили. Здесь с колясками не пройти было, не пройти, потому что зимой снегу столько, а тут вот по колено. Я говорю, ну как в Сахаре живем? А сейчас, знаете, что мы как увидели плиты. Надо же, как же хорошо. Ведь мамочкам с колясками было не пройти. И там не пройти, вот там. Там потому что арматура, вот строили детский сад, там все вот эти железяки, арматура, все-все-все-все закопали. А сейчас они как вот штыри какие-то. Я так не... Вот тут тоже было закопано все. А сейчас, в общем, мы радуемся, мы рады. Все идет к лучшему, спасибо. Для укладки плит задействована техника чистого города. Это манипулятор, погрузчики и самосвала для подвоза песка. Тротуар планируют установить вплоть до дома номер 10А по улице Меншикова. Укладка плит, значит, подсыпка прилегающей территории. Ну и как в данном месте можно посмотреть, вот, значит, перенос ограждений у многоквартирного жилого дома. Данный проезд по улице Меншикова будет отгрейдирован после выполнения всех видов работ по укладке плит. Все работы по установке и благоустройству данного участка планируют завершить до 15 октября. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Ненецком округе продолжается обновление медицинской техники. Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в окружной больнице установлен современный цифровой флюорограф. Аппарат с более высокой скоростью обработки данных позволяет увеличить количество осмотров пациентов. Александра Литкова расскажет о всех преимуществах нового оборудования. Ранняя диагностика имеет огромное значение при выявлении любых заболеваний. При этом на обследовании важно не навредить здоровью пациента. Новое рентгеновское оборудование, которое сейчас приобретается для округа, не только позволяет медикам получить четкие данные, но и дает пониженную лучевую нагрузку на организм. В данном случае у нас позволяет снизить нагрузку лучевую во время исследования без потери качества изображения получаемого. В комплекте с оборудованием шло также у нас видеонаблюдение, которое было установлено в процедурной. Позволяет нам наблюдать за пациентом во время исследования, контролировать его положение. Современный цифровой флюорограф этим летом установили и в поликлинике Заполярного района. Всего с начала текущего года в медицинские организации округа уже поступило 23 единицы нового оборудования. Это дефибрилляторы, флюорограф, электрокардиограф, маммограф и другое оборудование. До конца года в больницу поступит ультразвуковой сканер и аппарат для диагностики остеопороза. В рамках программы модернизации, первичного звена системы здравоохранения, заменяем оборудование, которое у нас есть в наличии. То есть оно морально устаревшее, либо уже выработало свой ресурс. Закупаем новое оборудование, которого нет вообще, и часть оборудования идет под замену. Вот этот флюорограф, он пошел под замену. То есть уже ресурс был выработан, поэтому приобрели новый аппарат. В этом году в рамках программы модернизации, первичного звена здравоохранения, на оснащение медицинских организаций округа оборудованием направлено порядка 80 миллионов рублей. Большая часть средств выделены из федерального бюджета. Александра Литкова, Ольга Русул, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Будущее за молодежью. В Наринмаре прошла встреча студентов с Ириной Голановой, заместителем председателя Ассамблеи народов России. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа молодого лидера», который курирует Ассоциация Ненинского народа Ясовой. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Школа молодого лидера стартовала еще этой весной. Представители молодежи и сел Ненинского округа собрались под эгидой Ассоциации Ясовой. Работа проекта направлена на активизацию студентов, раскрытие их потенциала. С ребятами мы, во-первых, поработали в Ассоциации Ясовой, мы научились правильно себя представлять, во-вторых, представляться. Это очень важно на сегодняшний день. Во-вторых, мы провели тренинги по тому, как правильно говорить, рожать свои мысли и доказывать свою позицию, грамотно доводить. Первая в этом сезоне встреча участников проекта прошла накануне с Ириной Голановой, заместителем руководителя Ассамблеи народов России. Если мы хотим жить в мире совершенном, в мире полном дружбы и любви, нам нужно научиться общаться друг с другом. И вот Ассамблея народов России этим занимается уже не одно десятилетие, помогая людям лучше друг друга узнавать. В ходе встречи собравшиеся обсудили новую реальность, которая стала особенно ярко выражена в последние годы, а именно внедрение виртуального мира в нашу жизнь. Сейчас появился мир, созданный по другим законам, так называемый виртуальный мир. И он оказывает огромнейшее влияние на мир реальный. И вот с ребятами будем сегодня говорить на ту тему, как выстроить свою личную траекторию, понимая взаимосвязь своего личного блага с благом своего народа, своего рода, своей родной земли, планеты в целом. Всего в проекте принимают участие порядка 20 студентов из образовательных учреждений округа. В рамках школы молодого лидера запланирован ряд встреч с первыми лицами региона, а также написание проектов по улучшению качества жизни в Заполярье. Катрина Триборей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Преображение города в лучшую сторону заметно невооруженным взглядом. На многоэтажках и производственных постройках появляются новые граффити. Как идет процесс создания новых арт-объектов, знает Василий Хатанзейский. На неприметном здании появляются очертания портрета сказителя Тыковылки. Рядом с ним уже почти готов арт-объект с изображением художника Прокопия Явтысова. В рамках проекта «Туристический маршрут по Наринмару» на фасадах зданий появляются граффити, которые придают заполярной столице новые краски. Художник Денис Щебеньков профессионально занимается оформлением зданий уже не первый год. Легкими движениями руки вырисовываются очертания художественной картины. На арт-объектах для жителей и гостей региона будут представлены портреты ненецких писателей и художников. Портрет Явтыса. Мы его там рисовали, как поэта, здесь как художника. И здесь еще будет Тыковылка. На фоне пейзажей ничего особенного, краткая биография их будет указана. Денис трудится в заполярной столице уже не первый раз. В прошлом году он также рисовал в национальном стиле в районе улицы Ленина и Матросова. Передать весь колорит ненецких пейзажей, а также создать арт-объект на долгие годы для художника не составит труда. Перед нанесением картины стены очищают, грунтуют и окрашивают. Затем на готовый фон наносится картина, а далее она лакируется для лучшей сохранности. Мы здесь постараемся придерживаться того стиля, который задали на тех будках в плане портретов. В плане пейзажей постараемся передать максимальный характер именно оригиналов. Вот. Какая-то пастозность, мазочность такая. Идея создать проект «Туристический маршрут» по городу Наринмар пришла Семену Афанасьеву. В прошлом году молодой человек выиграл в конкурсе грантов на фестивале «Мастера гостеприимства» и получил денежные средства на реализацию своего дела. У нас есть одна, можно сказать, проблема – это отсутствие достопримечательностей объектов фоказа культурного, исторических. И мы компенсируем ее, создавая туристический маршрут с визуализацией народных названий зданий, объектов, создавая арт-объекты, рисуя граффити на зданиях. Создание ненецких арт-объектов направлено на привлечение гостей из других регионов и развитие туристического потенциала региона. «Команда сотрудников Центра развития и бизнеса в прошлом году защищала проект на конкурсе «Мастера гостеприимства» и выиграла грант порядка полтора миллиона именно на реализацию вот этого проекта. В рамках вот этого гранта будут нанесены граффити на два объекта и размещены арт-объекты по городу Наринмар». С каждым маленьким, но верным шагом заполярная столица становится все красивее и ярче. Помимо эстетического перевоплощения, новые арт-объекты поспособствуют сохранению истории выдающихся людей Ненецкого округа. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Владислав Носкин. Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на «Севере». Продолжение следует...